Привет всем любителям природы! Вы на канале Клёнин Айра. С вами Анастасия Клёнина и мы, как всегда, поговорим о змеях. В начале выпуска я думала, что скажу. У меня по традиции в руках находится змея, но нам несказанно повезло и вот у меня находится в руках две змеи. Обе одного вида. Это обыкновенная медянка. Я обещала, что мы о ней поговорим. В прошлом выпуске я рассказывала о таких неядовитых змеях, как обыкновенный уж, водяной уж и узорчатый полос. А сейчас у меня в руках находятся две обыкновенных медянки. Обыкновенная медянка это неядовитый вид змей Самарской области, занесенный в региональную Красную книгу. Обыкновенная медянка, как я уже сказала, но я ее подчеркну еще раз, змея не ядовитая. Дело в том, что даже в научную литературу проникли неверные сведения о ядовитости этой змеи. Действительно, в некоторых источниках можно найти информацию о том, что у медянки в глубине рта находятся ядовитые зубы, которые она пускает в ход при заглатывании крупной добычи и в них содержится парализующий секрет. Кстати, да, такие зубы имеются у заднеборосчатых змей. Вот только медянка не относится к заднеборосчатым. Поэтому своей первой пойманной медянке я позволила заглотить палец настолько глубоко, насколько она была способна его заживать. Результат оказался ожидаемым. Никаких ядовитых зубов в глубине пасти обнаружено не было, так же, как и не наблюдалось токсического эффекта от укуса. Хотя зубы у медянки, как и у других ужовок, достаточно острые, чтобы прорезать кожу. Если ранка от укуса осталась, можно обработать ее любым антисептиком. Лично я этого не делаю, но если имеется беспокойство на эту тему, лучше перестраховаться. Медянки имеют довольно небольшие размеры. Самая крупная особь, которую мне удавалось поймать, достигала в длину около 70 сантиметров. Но это был рекорд. На самом деле обычная длина медянок до 50 сантиметров. Обыкновенная медянка очень редкая змея. За день при целенаправленном поиске удается встретить максимум две штуки. Дело в том, что численность медянки повсеместно низка. Некоторые связывают это со скрытным образом жизни данной змеи, а другие исследователи считают, что низкая численность медянки является ее экологической нормой. Обыкновенные медянки нередко встречаются внутри населенных пунктов, где их часто принимают за гадюк. Также в народе ходят слухи о том, что медянка очень ядовитая змея. Хотя все это неправда. Также за медянку часто принимают веретеницу ломку. Это безногая ящерица. В одном из следующих выпусков мы обязательно поговорим об отличиях змей от безногих ящериц. Еще одним интересным фактом о медянке является то, что в отличие от обыкновенного ужа, водяного ужа и узорчатого полоза, она относится к яйцоживородящим змеям, то есть медянке рожают живых детенышей. Окраска обыкновенных медянок довольно разнообразна, хотя общие тона обычно серые, иногда с легким медным оттенком. Как вы видите, окраска этих двух особей несколько отличается. Дело в том, что взрослая самка собирается линять и старая шкура придает ей такой темный оттенок, а молодая особь имеет характерный для обыкновенных медянок и винильного возраста оранжевый цвет брюха. Обыкновенная медянка питается в основном ящерицами, хотя может переходить и на поедание мышевидных грызунов. Таким образом, обыкновенная медянка, как и узорчатый полоз, приносит человеку пользу. Не говоря уже о том, какую важную роль она играет в природе, являясь частью экосистем и участвую в пищевых цепочках. Итак, сегодня я рассказала вам о последнем, четвертом виде уже лодзней, обитающем в Самарской области. Это обыкновенная медянка. Здесь вы запомнили, что змея не ядовита, не опасна и не стоит ее убивать. Я рассказываю очень коротко и даю исключительно немножко информации, но по-моему она самая важная, самая нужная и доступная. Возможно, в дальнейшем мы поговорим более подробно об этих змеях. А в следующем выпуске я расскажу про обыкновенную гаджетку и стихнюю гаджетку. Открою вам секрет. Очень сложно говорить о змеях, когда рядом здесь находится такой прекрасный вороненок. Давайте на него посмотрим. Маленький куцехвостый птенец вороны. Что он здесь только не делал, пока я рассказывала про медянку. В реверансах кланялся, крылышки расповышал, ножки растягивал. Ну вот он продолжает этим заниматься. Просто прелесть. Кстати, если увидите где-то таких птенцов и вам пока что рядом нет их родителей, пожалуйста, не наносите никуда. Родители, как правило, недалеко. Они следят за своими детенышами и смогут их, если что, защитить. Честно. А вот и родители. Сидят-бдят.